Девушки отдыхают 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 быть таковым и его запустят в эксплуатацию. Ведь не может культурное богатство края, а это, напомним, более 16 тысяч экспонатов, столько лет пылится в запасниках. Елена Кузовкина, Ирина Харитон, Александр Антропов. Наши новости. А сегодня в крае, впрочем, как и по всей России, официально откроют год театра. Как известно, в 2019-м большое внимание в стране планируют уделять сохранению и популяризации лучших отечественных театральных традиций. В Барнауле церемония открытия состоится в Алтайском музыкальном театре. Зрителям представят красочное представление, поставленное режиссером Константином Яковлевым. Авторы обещают своего рода исторический экскурс в историю появления театра на Алтае, представят этапы его развития. В постановке примут участие как профессиональные актеры алтайских театров, так и студенты, а также актеры-любители. Компания «Жилищная инициатива» предлагает комплексную застройку и развитую инфраструктуру в своих кварталах. Так, в новом микрорайоне «Лазурный-2» скоро появится детский сад на 330 мест. За свою историю компания уже построила несколько детских садов и школ. Школа в шаговой доступности от дома – мечта многих детей и родителей. В прошлом году в квартале «Дружной инициативы» открылось новое учебное учреждение на 550 мест. Совсем рядом бассейн и детский сад. В здании – просторные спортивные музыкальные залы, безопасные игровые комнаты. Такой же современный детский сад на 330 мест «Жилищная инициатива» построят в 2019 году в квартале «Лазурный-2». Осенью здесь начались строительные работы. По плану дети будут посещать мультипликационную студию, кабинеты изобразительного искусства, логопеда, психолога. Также для жителей микрорайона «Лазурный-2» предусмотрена новая школа. Ее строительство начнется уже в следующем году. Строить не только дома, но и объекты инфраструктуры – одно из правил компании «Жилищная инициатива». Обилие магазинов, торговых центров, развлекательных центров, шаговая доступность практически. Детский сад, школа, я считаю, что для проживания – это очень удачное место. Рядом лыжная база, лес, можно пройти прогуляться. Все для наших жильцов. Квартал «Лазурный-2» – это 5000 жильцов, которые ценят комфорт и свое время. Благодаря круглосуточной охране и видеонаблюдению в любое время суток, микрорайон – это еще и территория безопасности. На большей территории края снег. В Бийске и Заринске – минус 6, в Рубцовске – 13, ниже 0, в Белокурихе – 12. В Барнауле тоже обещают снег. Ветер юго-западный, слабый днем около 0. Напоминаю, телефон редакции в Барнауле – 722-440. Полная картина дня в нашем вечернем выпуске. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok